Далее в нашей вечерней программе. Симфония номер 3 в доме нового сочинения 44-е в четырех частях, а также разлучают фрагменты из романа Брюсова «Огненный ангел», стихотворения «Цветаева и Бога». Дирижон Дмитрий Крюков. Как мне, когда вы изумлены, засыпает, если бы некий пророческий голос сказал мне, что в том последний вечер одной моей жизни, за которым должна была начаться для меня жизнь другая. Моя судьба, перенеся меня через океан, задержала в пути ром нужное число дней, подняла, словно назначенный заранее меди, в далекую от города деревень и дом, где ждало меня роковое светое. Полночь, наверное, уже давно миновала, когда я внезапно проснулся, разбуженный чем-то для меня живым. В моей комнате было достаточно светло, от синева до серебряного светлое, и кругом стояла такая тишина, словно вся земля и ссамы небеса умерла. Но затем, в этой безболгой развлечении, в соседней комнате, за злощатой перегородкой, женские шепки, слабые вскрики, непремедливой комнате, опозоренной достаточно ясно, месячной сиянием, стояла в подвсящем страхе, распластанной у стены женщина, полуразветная, с растущенными волосами. Никакого другого человека здесь не было, потому что все углы были освещены отчетливо, тени, лежащие на полу, пески и ясны. А она, словно кто наступал на нее, простирала перед руки, закрывая себя. И в этом движении было что-то до крайности устрашающее, ибо нельзя было не понять, что ей угрожает невидимый призрак. Чтобы успокоить безумную даму, я поножил шпаку, и, взяв ее за безвие, устремил перед собой крестообразным весом, так как слышал, что таким движением можно оборонить себя, приступал твой силы. Женщина же, затрепетав, словно в предсмертном болении, друг упомниться. Демон овладел это несчастный, и начал страшно пытать ее внуки. Никогда до того дня не видел, я таких задраганий не подозревал, что человеческое тело может изгибаться, так невероятно. А в моих глазах женщина то вытягивалась замечательно и против всех законов приору, так что шея и грудь оставались твердым, как дерево, и прямыми, как трость, то вдруг так сгибалась вперед, что голова и подбородок сближались с пальцем ног, и жимы на шее чудовищно напрягались, то напротив она удивительно откинулась назад, и затылок ее был выворачен, узнулась плеч к спине, как бедра высоко подняты. Понемногу женщина перестала танца жестокие доски пола и искаженные черты ее лица понемногу стали осмысленными. Она поднялась и вдруг поскрипнула, «Наконец, это ты, Рубрахт!» Я люблю такие игры, где надменные все и злы, чтоб врагами были тигры и королы, чтобы пел надменный голос, «Убив здесь, а там тюрьма, чтобы ночь со мной поролась, ночь сама!» Я бегу за мной пасти, и я змеюсь в руках аркан, чтобы рвал меня на части ураган, чтобы все враги — герои, чтобы войной кончался мир, чтобы в мире было двое — я и мир! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА